МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. И прямо сейчас о главных новостях нашего города. То, как установлены лежачие полицейские в городе, давно беспокоят наших жителей. Почему искусственные препятствия на дороге имеют такой разрушающий эффект? И кому обращаться за ответами? Расскажем в нашем сюжете. Благодаря лежачим полицейским в нашем городе уменьшилось количество юных автомобилистов, считающих себя стритрейсерами. Да и вообще, переходить дорогу стало как-то безопасней. Но почему большинство лежачих полицейских разных форм и размеров? Иногда таких, что задевают днище автомобилем. Ну что надо переделать, как они положены были? Должны быть. Что там задеваешь всей подвеской? Днищем задеваешь. Посадил два человека, три машины, и все уже обдирается все днище. Решение неправильно сделано. Например, на дороге у теплых озер лежачий полицейский действительно уж очень высоковат. Только что на наших глазах Ниссан Альмера проезжает этот участок дороги, задел днищем лежачий полицейский. Искусственные неровности на дорогах нужны. Особенно у школ и местах массовых скоплений людей. Но только аккуратные и не очень высокие. Почему же лежачие полицейские оказались в таких разрушающих габаритах? Ведь наверняка есть нормативы, которые регламентируют установку искусственных неровностей. Существует ГОСТ, принятый в Российской Федерации, ГОСТ Р-526-05-2006 года, он так и называется, искусственные неровности, который регламентирует установку искусственных неровностей на уличной дорожной сети. ГОСТ вам определенный стандарт, это 7 см высота искусственной неровности. В зависимости от, так скажем, максимально допустимой скорости движения, ширина искусственной неровности допускается от 3 до 6 метров. Но помимо того, что некоторые лежачие полицейские, судя по всему, не соответствуют ГОСТу по размерам, есть и другая проблема. Отсутствие разметки и предупреждающих знаков рядом с ними. А в темное время суток такой лежачий без знаков может стоить водителю зубов. В связи с проведением конкурсной документации на установку дорожных знаков, у нас время ушло. Вот произошла такая задержка. Из-за конкурсных процедур. Потому что конкурсные процедуры, это не взял деньги, пошел в магазин, купил и установил, а значит, необходимо затратное время. Правда, нужно признать, что пока мы делали сюжет, рядом с большинством лежачих полицейских поставили соответствующие знаки. Наша съемочная группа специально провела небольшой объезд по городу, чтобы убедиться в этом. Однако во время съемок мы заметили, что некоторые знаки разрисовываются вандалами, и их нужно менять. А это значит снова конкурс, снова деньги и снова потерянное время. Но на самом деле вопрос со знаками и их установкой гораздо менее существенен, чем с габаритами самих лежачих полицейских. Ведь именно они портят автомобили, а жители города даже не знают, кто за это отвечает и к кому обращаться за разъяснениями. Обращаться в отдел транспорта и дорожной деятельности непосредственно ко мне. Телефон 577-46 или же мобильный 8903-257-1060. Всегда отвечу. Вообще во время подготовки сюжета мы поняли, что проблема ясна, ее обещают устранить. Но ведь главное здесь не это. Главное это тесное взаимодействие с подрядчиками, чтобы они устанавливали лежачих полицейских в строгом соответствии со стандартом. А если этого по факту не происходит, не принимать их работу. Под председательством главы города в прошлый понедельник прошло внеплановое заседание антитеррористической комиссии. В ходе заседания был намечен ряд конкретных мер, в том числе дана рекомендация полиции провести внеплановые проверки мест, где могут находиться нелегальные иммигранты. Как прошел рейд, узнаете прямо сейчас. Исполняя рекомендации, выработанные в ходе заседания антитеррористической комиссии, полиция нашего города провела специальное мероприятие по выявлению нелегальных иммигрантов. Правда, к моменту приезда в условленное место, иммигрант был всего один, и вполне себе легальный. Как выяснилось, документами у Хамедулы, так зовут гостя нашей родины, все в порядке. И хотя он плохо говорит по-русски, подобные мероприятия он одобряет, считает, что они необходимы. Как вы относитесь к таким проверкам? Считаете, они нужны, не нужны? Ну, в принципе, нужны, потому что человек должен официально работать. Поэтому это же наверняка надо. Я так и думаю. Были ли у Хамедулы товарищи, которые находятся на территории страны незаконно, и если да, то куда они исчезли, в этот раз осталось загадкой. Но наверняка это не последний рейд полиции. Подобные мероприятия будут проводиться и впредь. Спортивная площадка появилась в коррекционной школе номер 2. Подробности в нашем сюжете. В коррекционной школе номер 2 установили спортивную площадку. Получена она по благотворительной программе «Территория детства», проводимой фондом «Наше поколение Ашан». Для школы это было жизненно необходимо, поскольку вы видите, да, оснащение материальной базы нашей школы невысокое, оставляет желать лучшего. И спортивной площадки здесь как таковой не было. Была территория такая небольшая, которую расчищали сами дети, сами педагоги, и даже ворота, которые были по краям самодельной площадки, тоже нашли где-то и принесли сюда на территорию. Всего от Электрогорска было подано три заявки. Два детских сада и школа номер 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Но Ашан выбрал только школу. Детские сады были обычные, дети с отклонениями им нужнее. Поэтому без раздумьев мы с директором сразу решили именно подарить именно коррекционной школе. Но изначально был разговор о спортивном зале. А так как спортивный зал подарил город, было перенесено на спортивную площадку, которая нужнее. 92 ребенка и 27 педагогов теперь могут любоваться и пользоваться многофункциональной площадкой со специальным покрытием, включающей в себя спортивные тренажеры, футбольную, баскетбольную и волейбольную зоны. По той простой причине, что если не помогут спонсоры, то кто поможет еще нашим детям. Поэтому смотреть на них, на таких радостных, веселых, это огромная награда, я бы сказала. За то, что это самое малое, что можно для них сделать. Самое малое. Общая сумма проекта составила 1 250 000 рублей. Руководство школы и далее планирует принимать участие в благотворительных конкурсах и акциях. Спорт – залог здоровья и хорошего настроения. Все о спорте в Электрогорске узнаете прямо сейчас. 21 ноября в спорткомплексе «Сокол» прошел командный турнир по настольному теннису среди общеобразовательных школ. В турнире приняли участие учащиеся 1998-2001 годов рождения. По итогам соревнований третье место заняли ребята из 16-й школы, второе место – у лицея. А победу за сложное первое место взяли учащиеся 14-й школы. В номинацию за лучшую технику был отмечен лицеист Ярослав Серебряков. В номинации за волю к победе отметили ученицу 16-й школы Викторию Прокаеву. В спорткомплексе «Сокол» началось первое место городского округа по мини-футболу. 16 ноября прошли игры первого круга группы «Б». Встречались команды «Эколаб» и спортшколы «Вымпел». Со счетом 4-2 победу одержала команда «Эколаб». А 20 ноября в спорткомплексе «Сокол» прошли игры первого круга группы «А», где встретились команды «Эленком» и «Вымпел». Победу одержала команда «Эленком». Счет 4-2. А в матче «Боевое братство» спортивная школа «Вымпел» 2. Со счетом 4-3 победили футболисты «Боевого братства». С вами был Тенгер Джелли. Всего доброго. Берегите себя.